Смотрите, какая ситуация по Сергию Посаду с 2011 по 2019. Более 114 человек травмировано, более 78 погибло сразу же на место травмирования. Если вы мне верите, все документы я вам прилагаю с печатями. То есть они все есть по каждому году, с подписями и так далее. Теперь то, что касается вот этого пешеходного настила. На самом деле в материалах уголовного дела, которые возбудили по факту гибели моей дочери в отношении Сергея Леонидовича Журавского, значит, вот этот переход является технологическим. Он без всякой категории. Вот, посмотрите, написано. Наличие пешеходных дорожек. Есть. Б-тех. Б- это значит без категории, технологически. Построено было для того, чтобы дежурные выполняли свои служебные обязанности. Построили их прям под дверь, так, чтобы ей было удобно. Никакого разрешения никто не давал для того, чтобы разрешить здесь ходить людям. То есть это все незаконно. То есть мы и там нарушаем, ходим по переезду и здесь, потому что это технологические пешеходные. То есть ни одного законного перехода на ту сторону со стороны железнодорожной станции нет ни одного? Нет. Сколько цена вопроса тоннеля и, например, моста? Вот какая у них стоимость? Значит, смотрите, средняя стоимость тоннеля 100 миллионов. Средняя стоимость железнодорожного моста тоже около 100 миллионов. Если мост с лифтом, то это где-то еще 50 миллионов. Для нашего государства и 100, и 150, и 200 миллионов – это не та сумма, не та большая сумма, о которой может идти речь. У нас коррупционеры больше себе забирают, и это замалчивается. Я по быкам долго идти, да, как вы говорите, долго идти, не переходы со другой стороны. По этой стороне люди выходят с вокзала. Вот, они ведут напрямую. Большинство жителей идет на Симоненково, Октябрьское, Скобянка, к сожалению, сейчас только один этот переход. Те, кто идут на Дальнюю Звездочку, они могут там перейти и пойти туда. Во-первых, здесь будет меньше людей переходить, и лучше движение будет. Здесь, по-моему, не так сложно сделать эту тропинку для людей нормального резинового, со звуковым, со световым решением. Вот этот вопрос представили, по-русски. Стоит железнодорожный, вот, железнодорожный, вот, железнодорожный, стоит, вот, железнодорожный. Они ничего не хотят, они постоянно ничего не хотят. Скажите, у нас было, когда приезжало ваше руководство, да, НБТ, вот, мы говорили, что когда построится туннель, мы здесь делаем хороший, посетонный переход. Там, что сейчас, с накопительными площадками, это у администрации нас спросили. У нас стоит город, это третий этап развития. Ну, и он, что ликвидат здесь? Его надо, перестор, закрывать. Нормально, перестор, закрывать. По-сим-нормаму, здесь он не должен быть. У вас построены два туннеля. Расстояние от этого места километр и два километра. У нас, по распоряжению 237-му, на построящиеся туннели, в радиус 5 километров, перестор ликвидируется. Даже по-самойскому перестору должен ликвидироваться. Нет, ну, пока не построено туннель. Туннель 2 построено, здесь посадили вас. Этот перестор закрывался 15 лет назад. Какие два туннеля? Один, который здесь посадили, ну, и следующий, который на 68 километре. Объездная дорога в Сергию посадили. А вы что, ну, а здесь-то, как это поможет? Вот эти два туннеля? Ну, есть такие нормы, и не я их придумаю, это Минтранс. Инструкция 6-ая, иного распоряжения. Пока мы не можем закрыть? Можно. У нас движение-то. Нет, ну, вот здесь два туннеля. Два туннеля в городе в одном. Пушкино город намного больше, а тут всего один туннель. Мы находимся в другой стороне. Город движется здесь. Ну, объезд тоже есть. Спокойно обещайте. Мы исключим, мы исключим травмоопасное место. Сколько-то у меня здесь ДТП предотвращает дежурную. Вы просто не представляете, сколько антитранс включается. Если даже закрывается переезд, жители что, здесь ходить не будут? Будут ходить, наоборот, мы здесь сделаем хороший большой пешеходный переход. Уберем будку вот эту вот дежурную, которая видимость обеспечит, которая будет лучше видна. Она загоражена. Убрать мы не сможем еще место. Но я работаю в этой дистанции, да. Я здесь часто бываю. Нет, они в этом дистанции. А вот как вы будете там, как переезжать вот через эти два туннеля, с фермы, например, со звездочки? Мне надо, допустим, со звездочки ехать туда, да, через вот. Жизнь, жизнь людей и безопасное движение дороже, чем вам проехать лишний километр. Ну, мне страшно перебегать железную дорогу на запрещающий сигнал? Страшно. А почему перебегаете? Вот вообще стоит курь. Вот стоит. Нужен сделать тоннель и там тоннель. Какой тоннель? Обычный, разноуровневый, пешеходный. Тоннель. А что вы предлагаете делать? Давайте смотреть. Я бы предложил здесь нормальный сделать пешеходный переход, а не тоннель. А теперь давайте смотреть. Как это предлагает тоннель? А теперь давайте смотреть. Согласно технического паспорта, здесь в сутки проходят в двух направлениях 210 единиц, ну, 210 поездов. Значит, переезд закрывается за 5 минут, и где-то он минуту закрыт. Получается 6 минут. Если мы 210 умножить на 6, получается 1260 минут. И это 21 час в сутки он закрыт. В том случае, если осуществляется, ну, как бы нет встречных поездов. Ситуация немножко лучше, потому что есть встречные поезда. Но ситуация хороша для того, что время сокращается, но для пешеходов встречные поезда очень часто оканчиваются смертью. Потому что я провела все исследования, я изучила время трагедии, и получилось, что более 50% всех погибших погибли при встречных поездах. То есть люди смотрят в одну сторону, они видят, что пришла электричка туда, и она отправляется, и не замечает вот той электрички, которая не там. Дураки, которые просто бананов в уши втыкают, ничего не видят, ничего не хотят, ничего не видят, не слышат. Есть еще один, а есть еще дурацкая система. Система нормальная, переходите по нормальному. Вот, раз, видите, наушники... Вот, есть, наушники. Вот, есть, наушники. Какой? Кто посмотрел, вот по документам незаконный, его нету. А, понятно. Я хотел показать, что? Что при приезду комиссии, извините, вот издалена и палок, вот видишь, поспорят, покажи людям. Вот приезду комиссии, чтобы показать, что тут вроде нормально, вот смотрите, что они делают, они делали, я тут демонт. Вот они прямо на суд все торопились, смотри, вот видишь, вот он, то есть вот они все, все на быструю, вот так вот, они типа привели в порядок. Дальше давай не пойдем, уже, в принципе, понятие. То есть вот это вот дешевая, на самом деле, мерзкая показуха, в которой они говорят, прямо говорят, мы не хотим бабки тратить. Вот вам мешок, ведро цемента, который мы быстро вам наляпали, чтобы так вот, как бы совсем тут ноги не сломали эти комиссии. И все, вот прямо, прямо перед приездом. То есть они это, наверное, либо утром делали, либо ночью прямо, ну вот видишь, цемент. То есть вот сырое. Люди ходят, соответственно, сейчас наотопчут, потом это будет такая поверхность неровная, будет коляски тут прыгать на них. Ну, то есть откровенно, честно говоря, свинственно. Они говорят, ничего мы делать не будем, вот вам мешок цемента подавить. Смотрите, по заявлению представителей инициативной группы, этот переход вообще пешеходный считается техническим. И выглядит он действительно как технический. Не похож он на современные, на те, которые мы видим, например, в той же Москве. Или в более, так скажем, более близких к столице городах. Здесь нет ни ограждений, ни правильного, вот этих вот, не позволяющих быстро и веско перейти, бездумно, не посмотрев ни направо, ни налево, накопителей. Вот. И вот говорят, что решение было принято о том, чтобы здесь этот переезд оборудовать всеми необходимыми средствами безопасности еще в 2016 году, но на дворе 19-й. И ничего не сделано, потому что РЖД это такое государство в государстве, на него найти какое-то управу или влияние крайне сложно, потому что, ну вот, они сами себе короли. Вот сейчас подошел инженер, который отвечает за эту ветку и говорит, не нравится вам переезд, просите сделать пешеходный переход, да давайте мы его вообще закроем. Уже я сам со звездочками всегда живу. Если у нас раньше не было такого движения автомобильного, проблем не было. Сейчас уже настолько это проблема добраться до нее, а вы хотите еще и закрыть, тогда вообще будет проблем очень тяжело добраться. Сейчас вот как люди там же город строят, у вас же есть развитие города, правильно? У вас же курсы ваши? Есть, вот когда будет туннель, тогда это вопрос обсуждать. У нас в царской России было меценатство, и люди, которые были обеспечены, которые занимали высокую позицию и высокий социальный статус, они для людей делали более, чем сейчас. Хотя я лично против нашей власти ничего не имею. У нас на местах очень много тех, кому это все безразлично. У нас пока Владимир Владимирович Путин об этом не услышит, ничего с места не сдвинется. У нас уже была практика подобных дел, и только когда мы доходили до президента, все разрешалось в пользу человека. Московская Ярославская транспортная прокуратура подает на РЖД в суд, выигрывает. В декабре 2016 году, значит, она выигрывает суд, и должно быть строительство вот этих пешеходных переходов. В 2017 год и уходит на то, чтобы спроецировать. В 2018 год уходит на то, чтобы построить пару светофоров на двух переходах. И в декабре они поставлены, и вот уже полгода их подключают и подключить не могут. Это какие? Вот эти. Вот эти. То есть они не работают? Они не работают. Они их поставили, как бы отчитались пока, но ничего не работает. То есть на самом деле, да, ни одно предписание Московской Ярославской транспортной прокуратуры не выполнено. Какие были предписания? Поставить светофоры, оборудовать платформу, очень прошу вас снять вот это, оборудовать платформы навесами, значит, ничего не было выполнено. Причем очень хитро поступила железная дорога и очень хитро поступила Московская Ярославская транспортная прокуратура. Посмотрите, что они мне пишут. Вот хочу сказать, посмотрите, вам заодно только слово возбудили, да, дело и отправили в суд. А здесь, между тем, в ходе повторных проверок установлено, что часть требований прокурора, изложенных в исковом заявлении, то есть в суд, исполнена. И в части оборудования пешеходных платформ номер 2 и 3 станции навесами для пассажиров. То есть полная ложь. Никаких навесов мы с вами не видим и в 2019 году. Это навесы какие, получается? Для пассажиров. Навесы для пешеходов, которые есть. Вот вы понимаете, и это мне пишут. На платформе же стоят навесы или это другие? Платформа два-три. А? На второй и третьей платформе установлены. Есть навесы, давайте посмотрим. Вторая и третья платформа. Я вам посмотрю, кто это пишет. Вторая и третья платформа. Вот посмотрите, заместитель прокурора рыжок. Рыжок Балабол. Можешь подать на меня в суд. Вот ты слышишь, что она работает звуковая реклама. Вот она орет прямо на ухо. Я вот постоял, вот этот не работает. светофор но мы его все видели я сейчас на камеру заснял идет электричка или поезд идет вот тот светофор семафорит но его там слышно еле-еле вряд ли вот слышно а но может быть человек может услышать электричку приближающиеся а еще есть когда туман там кстати обрати внимание здесь нет освещения вот эта сторона нет освещения то есть вот с той стороны нет то есть если там идет электричка еще туман у человека не очень хорошее зрение там он нас пор пожилой он вообще не видит а из-за вот этой вот хрени он ее чё вдобавок и не слышит и не видит потому что не работает вот этот вот сигнал звуковой и вот этот вот звуковой и световой и вот эти вот извини бараны сейчас я не знаю второй суд на мне предстоит я по-другому просто не могу называют вещи своими именами просто не могу держаться еще нам что-то доказывать что здесь все нормально здесь надо там смотрите лучше или слушайте лучше то тут извини хоть лучше локатор распрям хоть глаза выкате когда вот тут орёт вот там освещение нет ничего не видно ничего не слышно вот это херня не работает извините на которой ржд списала бабки тут можно хоть я не знаю что что делать хоть про с прожектором ходить все равно есть шанс что может быть опять-таки я говорю есть люди пожилые у которых плохо со зрением и слухом и вот ходите прислушиваться вот так вот работает вот там 300 метров переезд когда вот эта штука орёт я не знаю как это еще очень важное замечание очень важное замечание андрей хочу чтобы послушали значит вот есть заключение судебно-технической экспертизы вот она которая показывает что здесь видимость ограничены там 150 метров скорость должна быть не более 25 километров в час у нас они гоняют по сергию посад со скоростью 70 километров в час московская железная дорога им разрешают это значит что время для пешеходов на принятие решения сокращается в три раза а еще говорят что люди дураки что мы здесь видим мы видим наличие при преступлении предусмотренных статьей 125 уголовного кодекса российской федерации статьи 238 уголовного кодекса российской федерации статьи 293 часть части 3 халатность повлекшая смерть двух и более лиц значит оставление в опасности и оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности эта системная проблема и она имеет коллективную ответственность то есть по сути дела здесь администрация города сергеев фасад должна выступать с ходатайствами к прокуратуре в части строительства моста или тоннеля во всяком случае в проекте планировки территории развития города здесь вместо закрытого жд переезда будет подземный пешеходный переход останется железная дорога эти все скажем так обоснования они уже готовы то есть если железная дорога будет готова реализовывать они могут к нам обратиться мы им предоставим уже утвержденный проект планировки территории да этот был уже все согласован и он утвержден поэтому остается только уже разрабатывать сам проект но для этого надо подождать когда будет построен уже транспортный тоннель и вот это реализация концепции с людьми за за четыре месяца вот этого года на 300 метров вот отсюда и до вокзала травмировано четыре человека как погибли и один получил травмы это как статистика как ваша служба вообще будут смотреть в глаза этим родить подождите давайте вы не путайте не наблюдайте здесь обстановку значит во первых я вам скажу давайте разделим это железная дорога это такая же инфраструктура как и автомобильная дорога повышенная если люди если люди ходят по автомобильной дороге и сбивают вы же никому не предъявляете претензии человек идет по дороге не соблюдая правил дорожного движения его сбивает машина да неприятно но кто виноват да в гражданском кодусе в конце концов если дорога неправильно значит дорожникам предъявляют не не подождите вот здесь люди идут люди идут по железной дороге где запрещено ходить с одной стороны вроде мы выявили сегодня огромный массовый нарушений а другой стороны вот те ответственные лица представитель транспортной прокуратуры и ответственный по участку они знаете они ходили как это как рыбы как это воды в рот набрали и все ничего не видим ничего не знаем ничего комментировать не будем не на ответ не на один вопрос а мы ответить не можем то есть не просто жителям даже депутатам даже вот администрации начальника транспорта и связи спрашивает ничего не могут сказать то есть они абсолютно не готовились к этому и наверное не планирует реагировать просто вот и все ответом которым зачитала вот погибшей девочки да когда типа есть навесы а их реалии нету до понимаем как может вот она эта платформа вот она эта платформа на ней есть навес от дождя официально прокурор пишет прокурор балабов я забыл фамилию обязательно в суд на меня подай я буду доказывать что ты балабов потому что он говорит что на 2 3 платформе есть навесы от дождя вот как там у нас есть на вес вот точно такой же есть и вы просто его не видите но он есть поэтому мне кажется мы как бы провели большую работу но итогом этой работы я не знаю что будет то есть какое-то желание от эти прокуратуры и прочее что-то делать я не вижу наверное единственный способ опять сделать такую неудобную картинку для власти вот с этими мамами погибших вряд ли их будет охрана ломать прийти когда очередной раз приедет там собянин или воробьев на этом там своем поезде в специальном вагоне подойти показать и сказать что ребята и он скажет на прокурору там и прочим надо реагировать и мы это видео запишем и будем как раз тыкать и они будут вынуждены реагирует потому что губернатор сказал а в противном случае никому ничего не надо вот вам пакет можете туда свои трупы складывать которые тут погибнут вот она примерно такое вот отношение и мы вынуждены знаете не до них вот цинизм доходить мы вынуждены давить о том что у нас центр культуры центр православия уже прямо говорят что на местных жителей вам всем нам всем извините насрать и поэтому мы выжиганы уже говорит что здесь центр культуры православия паломники ну хотя бы для них постарайтесь чтобы и мы могли более лучших условиях же счет до такого цинизма уже доходит откровенно честно говоря несколько тысяч человек ну сколько электрички тысячу 500 человек выходит а если две электрички приходит там с одной другой стороны нам помните вот этот поток он сюда выходил и люди шли потоком туда вот на автобусы и прочее без войны что они сделали они полностью все это дело перекрыли я сейчас не говорю о мире безопасности я не специалист по мерам безопасности но вот вам тротуар чик он полтора метра грёбаных понимаете и вот 500 человек которые уходят с электрички там или даже больше сколько у нас не вместимость там вагона ну до тысячи когда они битком идут с москвы вот люди часть пройдут там а вот тут должны будут толпа вот они и а кто-то идет навстречу на следующую электричку там москву или там сторону александрова ехать и кто-то с колясками с чемоданами и люди вот тут встречается вот эти вот заборчик еще цинично вот вам я не знаю загончик такой вот он тоненький проходит